Впереди праздники. Казахстанцы будут отдыхать целых четыре дня. Многие постараются это время провести на природе. Какую погоду обещают синоптики? И правда ли, что в некоторых регионах даже выпадет снег? Антон Сергеенко расскажет подробнее. Татьяна Тимошенко с внуком Артуром ежечасно отслеживают прогноз погоды. Впереди четыре выходных дня, и они по традиции собираются за город. Но в этом году последний месяц весны выдался прохладным, так что список вещей пришлось подкорректировать. В этом году такая погода непредсказуемая, что апрель и май месяца и теплые в одно время бывают, и холодные. И, конечно, мы собираемся, берем с собой не только летнюю одежду, берем обязательно теплые вещи, куртки, шапки, сапоги, потому что от этой погоды мы не знаем, что ожидать. Май в этом году выдался капризный. В Астане на праздники термометр покажет от 6 до 19 градусов тепла, возможен дождь. В Алматы плюс 11, плюс 15 ночью и плюс 16, плюс 22 днём. На западе страны температура будет колебаться от 9 градусов ночью до 20 днём. На юге столбик термометра может подняться до 24 градусов. В Восточном Казахстане резко похолодает. В связи с прохождением фронтальных разделов ожидается местами осадки, дождь. В горных районах с переходом мокрый снег. Ветер северо-западный 9,14 местами усиливается. Однако любителей так называемых маёвок, пикников это не останавливает. Есть даже лагеря, где горожан учат правилам поведения на природе. Мы учим всему, что им пригодится в лесу и что им пригодится для выживания в диких условиях. То есть, если не дай бог какая-то катастрофа и так далее, то есть как можно выжить в таких экстремальных условиях. Конкретно в эти выходные лучше одеться теплее. Длины рукава от холода помогут и от клещей уберегут. И несмотря на погоду и настроение, стоит помнить, что у природы свои порядки и правила. Поэтому нельзя ломать ветки деревьев и оставлять мусор. В противном случае может наказать и природа, и закон. Штрафы за выброс мусора в неположенном месте могут составлять 20 меропе, более 40 тысяч тенге. Антон Сергенко, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточный Казахстан.